Темная сторона приемного родительства в США. Издание ProPublica рассказывает истории детей, ставших жертвами системы, которая должна была их защищать. В 15 лет Молли и ее младшая сестра Хейвен остались без матери, пишет журналистка Лиззи Прессер. Их опекуны, отец и бабушка, оказались не в состоянии воспитывать детей. Избивали их, а Молли даже пыталась совершить самоубийство. После инцидента на семью обратили внимание соцработники, которые не придумали ничего лучше, чем распределить девочек в разные семьи, то есть разлучить их. Если приемные родители Хейвен давали ей самое лучшее, Молли с приемной матерью не сжилась и стала бездомной. Пройдут годы, прежде чем сестры узнают, что ни одна из них никогда не была в приемной семье. Вместо этого к ним применили то, что называют теневой приемной опекой, при которой исчезает правовая защита. В традиционной системе социальной защиты серьезно изучаются сообщения о жестоком обращении, чтобы убедиться, что ребенок в безопасности. Приемная семья получает деньги из федерального бюджета, а социальные работники обязаны регулярно проверять детей. Но за последнее десятилетие Штаты все чаще прибегают к скрытому приемному родительству. Соцработники убеждают родителей отправить своих детей жить с кем-нибудь из своих знакомых, часто угрожая судом. Родители выбирают вариант, который на первый взгляд дает им больше контроля. Многие из них не знают, что в отличие от официальной системы приемного родительства, теневая система не предназначена для поддержки их детей. Во многих штатах департаменты просто закрывают дела. Таким образом, что происходит с детьми, узнать невозможно. Ежегодно 250 тысяч мальчиков и девочек попадают в официальные приемные семьи. И примерно такое же количество переводится в теневую систему, только в Техасе в 2014 году государственные служащие заключили около 34 тысяч соглашений о неофициальном размещении. Штат опубликовал данные после того, как в 2015 году двое детей умерли в скрытых приемных семьях. Ученые узнали, кто живет на скоплении пластика в Тихом океане, а телеканал BBC опубликовал об этом материал. Американские ученые установили, что большое тихоокеанское мусорное пятно, то есть масштабное скопление пластиковых отходов, дрейфующие в северной части Тихого океана, стало домом для множества морских животных. Примечательно, что некоторые из этих видов обычно живут только в прибрежных водах, и их присутствие в открытом океане крайне необычно. Ученые извлекали из пятна пластиковые предметы диаметром более 5 сантиметров. После их изучения выяснилось, что животные обитают на 90% плавающего мусора. Во фрагментах отходов были обнаружены актинии, крошечные морские насекомые, моллюски и крабы, говорится в статье. В Мировом океане есть как минимум 5 мусорных пятен, в которых скопилось гигантское количество пластика, объясняет автор исследования доктор Линдси Харом из Смитсоновского центра экологических исследований. В Большом Тихоокеанском мусорном пятне, которое стало предметом этого исследования, пластмассы больше всего. Около 79 тысяч тонн на площади в полтора миллиона квадратных километров. Некоторые из организмов, которые исследователи обнаружили на изученных ими пластиковых предметах, были коренными жителями открытого океана. Но самым удивительным открытием стало разнообразие прибрежных видов, которые были найдены на пластике и которым совсем не место в открытом океане. По оценкам экологов, к 2050 году в окружающую среду попадет около 25 миллиардов тонн пластиковых отходов, добавляет BBC. Издание Daily Express учит своих читателей заваривать чай, как в Букингемском дворце. Британская королева с чашечкой чая – самое британское, что можно себе представить. Автор материала Миранда Слейд узнала, как насладиться настоящим королевским напитком дома. Гранд Харальд, эксперт по этикету и бывший дворецкий принцев Чарльза Уильяма и Гарри рассказал, какой чай предпочитает королева. Харальд рекомендует брать по чайной ложке заварки на каждого человека и одну дополнительно. При этом насыпать в заварочный чайник больше четырех ложек не следует. Если у вас много гостей, возьмите несколько чайников. Налейте напиток в чашку через чайное ситечко. Будьте осторожны, не наливайте слишком много. Можете добавить молока или ломтик лимона, если предпочитаете Эрл Грей. По словам королевского дворецкого, даже помешивание чая серьезно регламентировано. Мешать по часовой стрелке не нужно. Просто аккуратно двигайте ложкой туда-сюда, будто звоните в колокольчик. Стэнфордский университет запустил обучение в формате виртуальной реальности, сообщается на сайте заведения. Курс называется «Виртуальные люди», а посвящен он развитию современных технологий. Обучение происходит в онлайн-формате с использованием VR-шлемов. Каждый урок ограничивается 30 минутами во избежание головокружения после использования VR-гарнитуры. Единственное, что ограничивает ученика в VR-пространстве собственное воображение, говорят инициаторы запуска учебной программы.